Вы знаете, мы готовились к армейцам, к этой игре. Скажу и про нашу команду, и про многие команды, что в чемпионате России мало команд, может и нет, которые играют бойцов на атаке. Потому что армейцы тоже очень здорово играют в ответной атаке, без контратаки. Поэтому где-то там отдали инициативу. Так и легче нам было выбегать на свободную зону. Волоско Травмирова. Какие перспективы Максима после восстановления? Планируете ли вы использовать его в своей игре? И вторая часть вопроса про белорусов, о потенциальных новичках арсенала. Это Громых и Ковалев. Чем привлекли молодые ребята и для решения каких вопросов подписываете? Отвечу на первый вопрос. Во-первых, все будет зависеть от самого футболиста. Как он себя будет проявлять в дальнейшем. Так что у футболиста судьба в его руках и наверх. Что касается Володького. Второй момент. Мы наблюдали за двумя игроками. Один считается один из лучших, перспективных молодых футболистов Беларуси. Правильно. Второй игрок основной стал сборной Беларуси. Большой объем работы. Скоростная выносность есть у него. Смотрели и игру со сборной Германии. Он там уделялся. Не на фоне сборной Германии, а на фоне сборной Беларуси. Но поделег внимание в свою активность. Может так сказать. Потому что у нас ушли перед Стомом. Спартак. Два игрока. По коже. Ну, поэтому взяли. Игорь Геннадьевич, ЗСК традиционно в этом сезоне играет очень плохо в трейтайм. Но он хуже, чем первый. Вы обращали на это внимание, который здесь отрезан? Именно в том, чтобы в трейтайм лучше заигрывал команда вашей. Спасибо. Ну, конечно, готовятся. Они также готовятся и к нашей команде. Именно вот эту разницу тяжело. Разговаривали с футболистами на эту тему. Потому что ЦСКА очень активно играет в первые 30-35 минут. Потому что какие мы игры смотрели. Так было в каждой игре из этих. Но ребята выдержали, бились. Ну, ЦСКА были хорошие моменты. Но, слава богу, они не забили. У нас были моменты. Один из них мы реализовали во втором тайме. Когда вот получились ответы на атаки быстрые. Поэтому и рисовой вышел в втором тайме. Там еще планировали замены. Но быстрая замена все испортилась. Будь в курсе самых интересных событий оружейников. Подпишись на Арсенал ТВ.